Значит, начали с рынка телевещания. Это транскодинг стримов, который идет от продкастера. И там локальная реклама обкладывается и меняются форматы в зависимости от того, какой тюнер дома. И, соответственно, это довольно большие такие коробки, очень высокая качество. Объемный, наверное, поток перекодирования, так понимаю, да? То есть, по сути дела, весь рынок телевещания высокого разрешения сегодня больше, чем 90% на базе чипов AmbarEver и в Европе. Откуда мы начали эту технологию, уменьшили ее и начали делать разные виды камер. То есть, как один пример, это спортивные экшн-камеры типа GoPro, Contour, Iron. Почти все на базе AmbarEver. Камеры видеонаблюдения, безопасности. Из безки крупнейших брендов сегодня 7 на базе AmbarEver. Видки, в том числе, домашние видеонаблюдения, к примеру, Dropcam, Vodcam и так далее. Более полезные и подешевле нет. А может быть, это где-то есть без образца. И видеорегистраторы – это один еще из рынков, которым мы занимаемся. Можем пройти с два данных, какие свойства мы добавили на последнее время. Здесь мы показываем резолюцию Super HD. Вы, наверное, слышали они? Я слышал, да, и тоже смотрел эти ролики и сам пытался сравнивать. Этот ролик мы, в принципе, еще нигде не выкладывали. Но основное, что сегодня проблема Super HD, что в основном мониторы не Super HD. Поэтому если подключить, то разница не видна. Разница не видна, да, я знаю. Но если делать зум на определенную какую-то часть, к примеру, чтобы рассмотреть номер, то разница становится гораздо более ясна. Очевидно. И еще одна резолюция, которую мы добавили – это White Full HD. Основная идея в том, что если соотношение 16 на 9… 2560, да. Да, на 1800. При соотношении 16 на 9, как правило, довольно много пикселей теряется на небо и капот. Соответственно, если мы убираем и распределяем эти пиксели по бокам, то мы их используем там, где более полезная информация. Получается более четко именно в центре и по бокам, а не сверху снизу. Кроме этого, если Full HD, то мы, А7 может делать, что-то, то есть 60 кадров в секунду вместо 30. Вы можете увидеть разницу, как здесь трясется, а здесь гораздо более плавное движение получается. Аналитика. На данный момент есть четыре алгоритма, которые в А7 включаются в базовом SDK, которые мы посылаем всем разработчикам и производителям. Четыре. Значит, первое, это вот здесь показывается предупреждение о том, что низкий уровень света и стоит включить фары или перевести на дальний свет. Предупреждение о том, что машина спереди начала двигаться на случай, если водитель уснул на светофоре. Я знаю, что в некоторых местах кто-то уже погудит сзади, но на случай, если нет, система сообщит. Третий алгоритм у нас сейчас покажет. Это предупреждение о опасности переднего столкновения, если дистанция резко сокращается. Он как-то, я так понимаю, что анализирует все по видео. Да. Скорость мы, как правило, берем с GPS. А расстояние от машины, которая находится спереди, и вопрос, находится ли машина в нашей полосе или в соседей, это делается по видео. Ну, ясно. То есть, полноценный анализ всего происходящего на дороге. Да. И четвертый алгоритм, который, по-моему, он уже показал, это отклонение от того осадлежения. Угу. То есть, если... Да, я понял, да. Здесь мы показываем два свойства, связанные с качеством картинки. Сейчас уже начнем со следующего, потому что здесь это поздняя часть. Все еще с ним. Слишком длинные ролики сделаем. Значит, это показана нормальная широкая линза. Как правило, получается искажение. То есть, все округляется по бокам. Да, да, да. Понятно. Да, и Dior поравнивает все эти линии. И это мы делаем в железе. У нас есть блок, в асином, который предназначен специально для этого. Второе свойство, которое мы показываем, это HDR. Из груз выдержек. Угу. У нас есть иногда такие сцены, в которых есть очень яркие моменты и очень темные места. И, соответственно, непонятно, какую выдержку надо выбирать. Если выбрать короткую выдержку, то яркая будет выглядеть хорошо и детально, а все, где темно, будет просто ничего не видно. А если выбрать длинную выдержку, то получится, что яркая сильно засвечена. А там, где темная, хорошо видно. И вот здесь оба примера есть. То, что мы делаем, мы используем сенсоры, которые способны выдавать двойное количество информации, делать обе выдержки на каждый кадр. И мы обрабатываем двойное количество информации, чтобы создать один кадр, в котором и яркие моменты, и относительно темные места показывают все детали. Это поддерживает вся линейка А7? А7, да. Но надо подобрать к нему сенсор, который это тоже поддерживает. То есть есть определенное количество сенсоров, которые способны выдавать в два раза больше информации, а есть сенсоры, которые не способны. Поэтому ярко. Но, в принципе, А7 от минимального, от 30-го, все поддерживают это, если использовать правильный сенсор. Ясно, ясно. А здесь у нас пример просто видео записанных. А9 в резолюции Ultra HD или 4К. То есть 3,840 на... Сколько там получается? 2,160. Грубо говоря, четыре раза Full HD. Каждая четверть экрана это полный Full HD. Ну, это как разница между HD и Full HD получается, если сравнивать? То есть? Даже больше. Даже больше? Потому что Full HD это получается в 2.25 раз больше пикселей, чем HD. А здесь в 4 раза больше, чем Full HD. Ну, хорошо. А и... На данный момент видеорегистраторы мы это не очень продвигаем, потому что довольно сложно производить, больше тепла надо распределять и так далее. Поэтому это на данный момент больше предназначено для спортивных и экшн-камер, например, у GoPro. Ну, и для видеонаблюдения. То есть вот такие вещи, как увидеть конкретно, что происходит. Очень мелкие детали, да. И рассмотреть на таком расстоянии номер машины. Это очень полезно, да. Да. Ну, мы думаем, со временем резолюции везде пойдут вверх, но пока что еще, во-первых, не так много мониторов у трейки, хотя они начинают дешеветь. К примеру, это стоит, по-моему, полторы тысячи долларов. Ну, и тоже в пределах доступных. Еще год назад было больше пяти. Наверное, все-таки это больше для CCTV, ну, актуально, да. И для экшн-камер, потому что там все хотят максимум качества, чтобы все детали были видны и так далее. Ну, мы думаем, со временем это пойдет и в автомобиле тоже. Ну, как и все. Профессионально. Это, в принципе, все новые свойства, которые мы показываем в этом видео.